Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram-канал Амаркет с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим и размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня можно констатировать достижение ряда целей по некоторым финансовым инструментам, за которыми мы следили. Я с большим удовольствием, друзья, вас поздравляю. Фунт доллара 1,25 цель сделан, хайп был даже повыше, 1,25, 5,80, точнее 23. Что касается золота, текущей котировки 2022 доллара за тройскую унцию. Наша цель краткосрочная, ну некоторое время назад даже долгосрочная, была на отметке 2000 долларов за тройскую унцию. Мы ожидали теста психологического сопротивления, потому что прям полагались на тот фон, который складывается. И это произошло. Сейчас я из-за того, что индекс настроения, рыночный сентимент продолжает нам подсвечивать высокую вероятность сохранения текущего тренда, несколько даже подвинул целевые ожидания по золоту. И допускаю, что до конца этой недели мы можем увидеть уровни и 2050. То есть там уже, скорее всего, буду окончательно фиксироваться, друзья, займу ожидательную позицию, буду смотреть за развитием событий со стороны. Если вы согласны с тем, что золото еще не исчерпало потенциал своего роста, тогда welcome, присоединяйтесь к сделке и давайте вместе визуализировать, следить за отработкой этой идеи и смотреть за тем, как американская валюта постепенно движется на юг, соответственно, обновляя свои многомесячные минимумы. Текущая повестка экономического календаря. Отчетов будет очень много, то есть сегодня нам скучать не придется, хотя, учитывая волатильность последних дней, я думаю, что сколько это вообще то, что несовместимо с рынками. Но сегодня есть макроэкономическая статистика, отчеты, за которыми обязательно нужно понаблюдать. Во-первых, в 7.15 относительно скоро выйдут данные по индексу активности в сфере услуг еврозоны и ведущих стран валютного блока. Как вы помните, европейская валюта тоже в арсенале наших сделок. Мы евро рассматривали на покупки и ждали психологического уровня 1.10. До него остаются считанные пункты, учитывая, как активно рынок может расти в рамках одной торговой сессии. Я позволю, друзья, рискнуть, предложить, что отметка 1.10 может быть протестирована до конца текущей торговой сессии. Но если этого не произойдет, у нас есть козырь в рукаве. Это ожидание роста волатильности в пятницу, когда будут опубликованы данные по Non-Farm Perils. Здесь небольшое реческое отступление. В этот раз Non-Farm Perils совпадут с Страстной Пятницей. И обычно, когда на рынке низкой ликвидности отсутствует большое количество трейдеров, говорят, что не стоит ожидать каких-то серьезных движений. Но я со стороны и с позиции своего опыта могу сказать вам, друзья, что когда на низкой ликвидной торговую сессию выпадает очень значимый на перспективу для перспектив доллара, американского фондового рынка, для определения будущей позиции Федрезерва, когда на низкой ликвидной сессию выпадает очень жаркий с точки зрения статистики день, то тогда нужно прям пристегивать ремни. Я допускаю, что эта пятница побьет все рекорды волатильности. Заранее вас готовлю к тому, чтобы вы контролировали риски. Это принципиальнейшая вещь, очень важная. Всегда ее повторяю, но надеюсь, что многие из вас, если не все, надеюсь, что все, конечно же, уже прекрасно понимают, что такое риск-менеджмент и как нужно соблюдать правила в трейдинге. Если вернуться к повестке экономического календаря. Далее, после того, как мы проанализируем индекс активности в сфере услуг еврозоны, перейдем к данным по активности в сфере услуг Англии в 8.30 по GMT. Но, как я уже отметил, сделка по паре фунт-доллар уже достигла своего профитного ориентира. Если вы, опять же, продолжаете держать фунт и дальше с целями, например, 1.26-1.27, то сегодня для развития дополнительного роста может появиться топливо в виде вот этого макроэкономического отчета. В целом, желаю вам удачи, друзья, если вы сохраняете оптимизм в отношении риска. Этот настрой сейчас поддерживает общая тенденция, которая наблюдается на всех площадках, поэтому риск действительно может выйти на новые максимумы. Но я в сделке по фунту далее участвовать не буду. И перейдем теперь к самым важным релизам этого дня. В 12.15 по GMT статистика по американскому рынку труда. Это отчеты DP, которые предваряет non-farm peril. Статистика важная, потому что, по сути, это репетиции перед выходом официальных данных по состоянию американского рынка труда. По прогнозам цифры будут среднего, скажем, порядка. 200 тысяч ожидают эксперты новых рабочих мест. Если сопоставлять и сравнивать с значением позапрошлого месяца, тогда был рост на 242 тысячи. То есть сейчас хуже, конечно же. И в 14.00 по GMT выйдет еще отчет ISM в сфере услуг, который имеет очень большой удельный вес в показателе ВВП. Ожидания тоже не самые хорошие снижения с прошлого значения 55,1 до 54,5. И если вспомнить, как доллар в начале этой недели отреагировал на слабый отчет ISM производственного сектора, чей удельный вес показателей ВВП ниже, я допускаю, что если сегодня данные разочаруют, то индекс доллара ждут еще новые и новые минимумы. Поэтому текущие котировки индекса доллара 101,28. Двухмесячные минимумы. Движение вниз продолжается. Тенденция мощная. Заряд серьезный. Продавцы чувствуют себя очень вальяжно, потому что осознают, что при такой фундаментальной недоподдержке, скажем так, из-за слабых релизов, которые тянутся еще с конца прошлой недели, при слабом ISM производственного сектора, потенциально слабом ISM в сфере услуг, американский регулятор в начале мая с большой вероятностью сохранит выжидательную позицию. Это то, о чем я вам как раз говорил. С этим согласны 10-летний трежерис, который котируется на отметке 3,35. Это тоже один из многомесячных минимумов. Поэтому нужно обращать внимание на такие индикаторы, указывающие на то, что доллар сейчас, ну, прям не лучший инструмент для того, чтобы работать через длинные позиции. И вишенка на торте вчерашнего дня, почему прям резко выросла волатильность, это комментарии члена Совета управляющих ИЦБ, точнее ФРС, прошу прощения, Лизы Кук и комментарии главы ФРБ Кливленда, Лоретта Мейстер, которые подсветили ожидания того, как будет меняться процентная ставка. По мнению и Кук и Мейстер, ставка останется на уровне 5%, как минимум на ближайших двух заседаниях американского регулятора. И они считают, что в условиях текущего, сохраняющегося банковского кризиса, если о нем не говорят, друзья, это не значит, что все проблемы решены. Нет, они остаются. Лучше Федрезерву бездействовать, на самом деле, и не предпринимать никаких решений, которые могли бы снова спровоцировать мощное движение на рынке казначейских облигаций. Золото, я уже комментировал то, что с ним происходит. Главный фактор поддержки для рынка драгоценных металлов – это рыночный сантимент. 77% трейдеров, друзья, это экстремальные значения, сейчас продают золото. Золото идет по пути наименьшего сопротивления вверх. И, к тому же, на золото прямо навалились, исходя из ожидания роста инфляции, которая неизбежно последует на фоне того скачка рынка нефти, который мы наблюдаем в последней торговой сессии. Сейчас бренд в районе 85 долларов за баррель, и мы помним, что катализатор роста нефтянки – решение ОПЕК сократить добычу дополнительно на 1,6-1,7 миллиона баррелей в сутки. Если вспомнить еще, точнее добавить, это предполагаемое сокращение к тому сокращению, которое ранее осенью уже было согласовано, на 2 миллиона баррелей в сутки. В совокупности мировое предложение потеряет 3,5-3,6 миллиона баррелей в сутки. Это в процентном эквиваленте то же самое – 3,5-3,6 процента. Столько же недосчитается мировой спрос. Власти США раскритиковали это решение ОПЕК, конечно, потому что им даже во время прошлого сокращения объема нефтедобычи пришлось задействовать половину своих стратегических резервов, чтобы хоть как-то остановить рост цен на внутреннем рынке. Сейчас ситуация может повториться, но резервов, как таковых, уже практически не осталось, и это серьезные проблемы для американских властей, которые боятся инфляции как огня, особенно перед скорыми выборами. Будем следить за развитием событий. Пока что при текущем фундаментальном фоне у нефти, безусловно, очень хороший потенциал для дальнейшего роста. Но к длинным позициям я пока не присоединяюсь, смотрю за развитием событий со стороны. По евро отмечу еще раз, что ждем отметку 1,10. Обращаю внимание, также на пару австралийцев против доллара 0,6747 сейчас котировки. Вчерашнее решение Резервного банка Австралии сохранить ставку на уровне 3,6%. Несколько насторожил участников рынка, начались распродажи, но я думаю, что это временное явление, потому что в конечном счете австралийцы также будут получать поддержку на фоне ожидания дальнейшего роста инфляции и все же еще одного или даже двух, повышение процентной ставки. Доллар также фактор поддержки для данного рискового инструмента. Ждем по апаре австралийцев против доллара 0,68 и выше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!